Привет, дорогие друзья! После наших рассказов о волонтерах-ворах, которые воруют на сборах для украинской армии до 90%, волонтеры-воры начали заказывать заказухи. Это было и до этого, потому что они за деньги распространяют информацию зачастую о своих сборах. Но здесь совсем нечто интересное, потому что Сергей Стриненко заказал заказуху такую вот в телеграф. Он построил карьеру нациста, почему россияне так ненавидят Сергея Стриненко. Здесь же его фотография в военной форме, но не уточняется, как долго времени он провел в этой военной форме, кто его отправил из офиса президента в Одессу и кто потом его оттуда забрал. Знаете, как говорится, служить должны те, кто не является волонтером. Но статья прекрасна. К примеру, он является известным общественным деятелем, волонтером и блогером. Вот он объявил вознаграждение за Стрелкова. Еще с 2014 года он противостоял пророссийским идеям, фигурировал в политических скандалах и обсуждениях. Будучи 19-летним студентом, Сергей начал упорно участвовать в массовых акциях. Уже через некоторое время за парнем начала выстраиваться толпа. Авторитет украинского блогера все еще стремительно растет. Знаете, как это мне напоминает юность Ильича. Детство Ленина. Читал в детстве когда-то как раз таких материалов. Вот здесь сообщается о том, что Сергей проводит закупки на десятки миллионов собранных гривен. Но не уточняется, что именно он покупает и сколько из этого он на самом деле покупает. Мне пришла информация, интересная информация из окружения самого Стерненко, что интересно. Что у него есть интересная схема. Он заявляет, что на собранные деньги он покупает 100 мобиков. Мобиков, насколько я понял, это дронов. А отправляет реально на фронт порядка 8-11. То есть это все те же самые 90% ворованных денег. Для того, чтобы получить отчеты. Ну и говорит, вот смотрите, все хорошо. Некоторые коробки фотографируют по несколько раз. Никогда ни одного отчета о закупке по цене он не предоставил. Ни одного подтверждения. Никогда. Несмотря на свой растущий авторитет, Сергей говорит, что пока не планирует присоединиться к политическим партиям. Становиться депутатом или кем-то еще на выборных должностях. В общем, пока что президент Стерненко Украине не грозит. Но, друзья, я должен заметить, что интереснее всего повел себя украинский эксперт Жданов и программа ТСН 1 плюс 1 Коломойского. Они рассказали о дронах, на которые собирали притула из Стерненко. Долетят до Москвы. Я еще удивился и подумал, как это? Они же летят 30 километров, как это они долетят до Москвы? Откуда же они лететь будут? Из пригорода Москвы, что ли? Читаю материал. Дроны Камикадзе, РАМ-2УАВ для ВСУ, на которые собирали средства притула из Стерненко, разрабатываются на базе украинских беспилотников Лелека и имеют дальность до 1000 километров. Ниже, правда, по тексту они привели тактико-технические характеристики, где указали, что они на самом деле летят 30 километров. Но знаете, когда вы подготавливаете материалы для легковерных людей, которые верят тому, что им говорят, то, наверное, пойдет 1000 километров. Но то, что такое количество заказов понеслось, меня лично радует. После чего это понеслось? После того, как я хлопнул Стерненко еще и на краже, вы не поверите, обогревателей, которые из трех превратились в пять. Как это вообще происходит в Украине? Ну, к примеру, у Федорова, министра цифровой трансформации и дружка Зеленского, дроны выглядят вот так, вот купленные. Ну, это всегда проще. Плюс он иногда фотографируется на фоне самых дешевеньких дронов, которые расставлены, знаете, как три волосины в пять рядов. Но займемся, наконец-то, фактами, то есть факты, да, это были эмоции, теперь факты. Смотрите, я уже говорил, что Притула и Стерненко начали собирать деньги на месте. Они решили это собирать в тот день, когда Киев подвергся российскому обстрелу. Знаете, хорошее время для сбора. Они собирали и собрали 352 миллиона. 252 еще не придумали, каким образом украсть. А 100 миллионов отправили на закупку 50 дронов Камикадзе РАМ-2. Мы выяснили, что стоимость таким образом дронов Камикадзе составляет 54 тысячи долларов. Также мы выяснили, что намного лучший американский аналог стоит 10 тысяч долларов. То есть, таким образом, никогда в жизни эти дроны не могут стоить отечественные 54 тысячи долларов. После того, как мы это все выяснили, несмотря на то, что Сергей пытался рассказывать, что это не так, что на самом деле дроны, ух, какие дроны. Но все поняли, что эти дроны, извините, полное дерьмо. Есть аналоги, которые лучше в десятки, а то и в сотни раз. Мы выяснили, кто же является главой компании, у которой закупаются эти дроны. Им является некто ранее временно не работавший еще недавно Кадачигов. И вот гражданин Кадачигов внезапно возглавил компанию, у которой теперь на 100 миллионов закупают дроны. По нашей информации, это первая закупка этих дронов у этой компании. Я обнаружил вот такие вот интересные приспособления. Видите, на выставке очень удобный автомобиль, на котором как раз установлен этот очень удобный механизм для запуска такого рода дронов. Выяснили мы следующее. Господин Кадачигов возглавляет компанию Корт, у которой закуплены беспилотники. Он же является ее учредителем. Это та самая компания, у которой доход в 2020 году составил 100 гривен. Господин Кадачигов ранее несколько раз находился под судом. В частности, нас интересовало только административное производство, не уголовное. Вот такое производство от 2008 года. Господин Кадачигов является ответчиком за то, что набрал огромное количество кредитов, но не спешил их отдавать. Знаете, как говорится, дело прошлое. Но есть некая тенденция. Потому что мы обнаружили ПП ДК Век, который возглавлял также господин Кадачигов. И это предприятие уже в 2011 году находилось под судом. Дело в том, что предприятие было должно кредиторам, но потом объявило себя банкротом. После этого обнаружило, что у предприятия нет ничего, что могли бы вернуть даже в качестве какого-то имущества тем кредиторам, которые пострадали. Одно дело на господина Кадачигова касается неуплаты алиментов его собственной супруги. Ну, это уж как бы дела семейные и нас не касаются. А вот это вот дела общие. Дело в том, что у компании Корт, компания оборонных и радиоэлектронных технологий, есть филиал, завод Реммаш. Завод Реммаш, это я так понимаю, тот самый завод, на котором и производятся чудо-беспилотники по 54 тысячи долларов за штуку. Так вот, этот филиал возглавляет некий Никитин Виталий Евгеньевич и расположен этот завод на Донбассе. А есть еще один завод, который называется точно так же. У него другой код ЕДРПО. Владелец его некто Антонов, но еще до недавнего времени владельцем был все тот же Никитин. То есть, есть завод, который называется точно так же, как называется филиал того предприятия, на котором закуплены беспилотники. Завод. И у него до недавнего времени, мало того, что он называется одинаково, до недавнего времени у него даже руководитель был тот же самый. А почему же вдруг эти заводы так разделились? Дело в том, что на другой завод есть как минимум 31 судебное решение. Чего же касаются эти решения компании, которая афилирована с компанией, но у которой на 100 миллионов покупают для армии беспилотники? Вы удивитесь. Итак, вот ухвала от 2019 года. Оказывается, речь идет о растрате за попереднюю змову группою осіб у великому размеру на сумму майже миллион гривен. Статья 4-191 УК Украины установлено, что завод Рэммаш в числе других занимался разворованием в рамках статьи 191. Что такое статья 191 ГК Украины? Присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Какое имущество имеется в виду Минобороны Украины? Компания, которая напрямую связана с компанией, у которой сейчас Стерненко якобы закупает дроны, создавала искусственное завышение цены автомобилей. Министерство обороны Украины таким образом потеряло миллионы гривен. Растрату та привласнение бюджетных грошевых коштев Министерства обороны Украины, направленных на выполнение державного оборонного замовлення. Оказывается, об этом даже писали в СМИ. В частности, вот в этом материале стало известно, кого именно подозревает специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ в растрате государственного имущества. Здесь фигурирует наш завод Рэммаш. Есть множество судебных решений. Странно, что волонтер Стерненко обратился именно к такой компании, которая до этого завышала цены на товары и в составе преступной группы воровала деньги, которые должны были пойти на обороноспособность страны. Вот, к примеру, здесь также упоминается завод Рэммаш. Завышение вартости Вулкан 2005, складая понад 500 тысяч гривен. Они завышали стоимость. Таким образом, расхищали государственное имущество. А сейчас идет расхищение средств, которые собирают легковерные люди, которые считают, что человек, который в свое время желал, прикрываясь правым сектором, крышевать торговцев наркотиками, и эти деньги, конечно же, отправят в полном объеме на нужды украинской армии. Итак, что мы имеем? Есть два завода. Называются они одинаково. Они даже находятся в одинаковом месте. И более того, у них до недавнего времени руководитель был одинаковый. Но теперь один завод находится под судами за разворовыванием бюджетных средств, направленных на оборонку. А второй завод под судами еще не находится. А им руководит тот же самый человек, который руководил тем заводом. Так вот, этот новый завод, который является точной копией старого завода, является филиалом компании, у которой Стерненко заказал на 100 миллионов с превышением цены в 10 раз. Дроны, как вы считаете, это все совпадение? Это случайность? Или все-таки мы имеем дело с преступным сговором по разворовыванию средств, теперь уже не бюджетных, а собранных, слегка верных людей, которые хотели помочь украинской армии, но помогли конкретно взятому вору-волонтеру? У меня еще не все. Пока!